Сегодня все громче раздаются голоса из Белоруссии и России о том, что люди хотят мира, не хотят войны, но ничего с этим не могут сделать. Репрессии, страх – вот что сопровождало наши народы все эти два, а некоторых уже почти три десятилетия. И это правда. Но. Но нужно помнить, что всегда важно не только то, что ты говоришь, но и как тебя услышат. Кому ты говоришь? Это. А говорим мы это украинцам. Украинцам, которые гибли за свою свободу на Майдане, в зоне АТО. Украинцам, которые и сейчас гибнут под градами и бомбами России, а теперь и Беларуси. А мы верим в то, что достаточно сказать, что это же не мы, это они. Мы не стреляем в вас. Мы молча смотрим, как стреляют в вас. И украинцы услышат нас. Сквозь войсерем, автоматные очереди, взрывы бомб, сквозь стоны раненых, плачущих матерей и их детей. Нам нужно будет долго, очень долго рассказывать украинцам о каждом Беларуси, который защищал Украину с оружием в руках, о каждом Беларуси, который не убежал и остался под бомбами вместе с ними, о каждом примере саботажа и о каждом примере мужества, о каждом из 800 задержанных в воскресенье 27 февраля на референдуме, о каждом из тысяч непобоявших и вышедших в тот день не для того, чтобы проголосовать, а для того, чтобы сказать «нет войне». Сказать вслух, ртом, а не написать в соцсетях. Как он с сердцем, сука, с Украиной. О каждом Беларуси, кто собирал гуманитарку за границей и кто волонтерил в Украине. О каждом, кто жертвовал деньги ВСУ и кто собирал антифашистские марши за рубежом. О тех, кто вышел на антивоенные марши в Польше, в Германии, в странах Балтии. О каждом киберпартизане. О каждом партизане, который клеил листовки, стикеры, и сдавал сам издат, и развозил его, рискуя своей свободой. О каждом, кто сливал информацию о свинофашистах в наши боты и чаты. Я потрачу все свои силы, связи, ресурсы, кредит доверия от Украины для того, чтобы рассказать о каждом из вас. Обещаю. Но это будет потом. Потом. Потом, понимаете, сейчас украинцы не услышат наши видеообращения. И я не понимаю, почему вы этого не понимаете. Сейчас украинцы, чьи дети спят на бетонном полу в подвале, пока я записываю для вас это видео, они не слышат мои рассказы о поддержке белорусов. Я это вижу в их глазах, не через экран смартфона. Потому что вой сирен. Потому что взрывы. Потому что убитые дети. Потому что слезы матерей. Потому что вот это все за окном. А не в телефоне. Сейчас украинцам нужна помощь. Сейчас украинцам нужны ваши дела. Пожалуйста, перестаньте вести себя как дети, которые еще не успели нашкодить, их еще не поймали, а они уже извиняются. Лучше сделайте что-нибудь реальное. Чтобы потом, когда утихнут сирены, когда перестанут быть слышны стоны, нам с вами было о чем рассказать великому украинскому народу. Слава Украине! Живи, Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова